Вот он наступил, 2019 год. 3 января мы пришли к Волга Лайф. Первые два корпуса сданы уже пару месяцев назад. Сейчас мы поднимемся в них и посмотрим, что происходит внутри, какая отделка квартир, какие коридоры, какие лифты. Дорога накатана, людей очень много ездит, очень много знакомых купили здесь квартиры, машин стоит много на парковке. Сейчас посмотрим, что внутри этого огромного жилого комплекса. Вот вы посмотрите, там видите рисунок типа? Котельная Волга Лайф обеспечивает теплом 7 жилых домов. Выглядит вот так. Огромные трубы. Все корпуса, которые планировались застройки, в первую очередь готовы. Осталось только их застеклить. Как минимум 4 дома построены. Полностью готовы к сдаче. Два сданы, и два должны быть сданы в ближайшие несколько месяцев. И еще дома достроились. Сейчас их заселят. Здесь у нас детский сад. И вот за этим домом магазинчик фиолетовый. Потом, может быть, я его сниму попозже. Ну, как вы видите, снег, конечно, не убирают, потому что Волга Лайф это полностью гетто. Полностью заброшенный район. Огромное количество машин. Вообще никакой уборки территории. Ничего не происходит. Акалипсис 3. Последние несколько дней полностью не вывозят мусора вообще нигде. Волга Лайф тоже огромную мусорную помойка. Сейчас мы поднимемся на этаж и посмотрим, что происходит там внутри. Нет-нет-нет, это... Итак, подъезд. Штукатурка. Вот, карает. Разного цвета. Такие прикольные полосы прозрачной двери. Есть два лифта, кстати. Один лифт технический, один лифт обычный. Есть индикатор. Система пожаротушения. Табличка кривая. Где табличка? А, да, кстати, табличка. Очень забавно. Она относительно листа сделана криво. На первом этаже, да. Могли сделать красиво. Ну ладно, он придираться. Это у нас выход на лестницу, я так понимаю. Он закрылся почему-то, заблокировал. Система пожаротушения. Очень тепло в доме. Коцерина работает хорошо. Лечная площадка. Полностью штукатурка краед. Это достаточно прикольно, потому что это дыша штукатурка. Конечно, ее очень быстро испортят. Но смотрится симпатично. Мы еще не на техническом этаже. Пока мы просто поднимаем все квартиры. Вот так вот выглядит это. Из окна. Подъезд. Небольшой тамбур. Можно его захватить. Оставить здесь металлической дверь. Какие-нибудь велосипеды, коляски хранить. Из окна. Очень грязно. То есть снаружи стекло. Очень сильно-сильно-сильно испачканно. Никто его не мог. Вот они лифты. Большой, очень просторный лифт технический. Сейчас я его слиму. Если он здесь. И обычный лифт. В этот лифт, мне кажется, и велосипед, и коляска, и все, что угодно, уместится. Стел пожарной туши, и сигнализация, точнее. Современные светильники светодиодные. Интересно, как быстро все это раскручивает все эти кнопочки. Получается, здесь на 17 этажей всего два листа. Я его вызвал. Он подъехал медленно. Лист очень просторный. Это, конечно, шикарно. Закрывается быстро автоматически. Это опасно. Так. Труба какая-то непонятная вентиляции. Где-то мы еще находимся в прилифтовом пространстве. И противополарная дверь. Ухший коридор. Ух ты, ух ты, ух ты. Смотрите. Считаем, сколько здесь квартир на этаже. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть квартир в одном крыле. Такой вот щиток. Все открыто. Все доступно. То есть можно прийти спокойно просто после него. Какие-то очень дешевые автоматы. Взорки стоят. Светильники на дачке движения. Так. Возвращаемся. Шесть квартир было с той стороны. Вот эта квартира номер семь. Кстати, коридор достаточно широкий. Широкий. То есть разойтись можно. Это достаточно удобно. Восемь. Девять. Десять. А где-то двенадцать. Двенадцать квартир. Датчики движения включают светильники в дальних углах. То есть по центру свет горит всегда. А в дальних углах включается свет периодически. Здесь сняли панельку. Соответственно доступ есть ко всему. Приходи, пожалуйста, снимай автоматы. Тут мне ничего не скажете. Охрана никакой. Видеонаблюдение полностью отсутствует. Стояки обернуты в сеплоизоляцию. Это все будет очень быстро повреждено. Система пожертвовательствования. Пожалуйста, включи в открытом доступе. Шланги. В открытом доступе. Если кто хочет на карьерах на трозанке покататься, пожалуйста, приходите. Шланги можно снимать. Они полностью в открытом доступе. Так, заходим в квартиру. Так, дверь. Не знаю, стандартной нет. Но это Зерона Мерленовская дверь. По-моему, здесь он уже 12-й мостовой. Зеркало очень красиво смотрится. А меняли, да? Зерона Мерленовская, вон дверь. Это они меняли. Меняли дверь. Сейчас сниму. Так, это к телефон относится. Вон Зерона Мерленовская дверь. А это не Зерона Мерленовская дверь. Так. Вообще так. Моё, там скажи, в Роза Экспрессо, ходите. Заказывайте цветы. Можно, кстати. Нет, для нас с вами этот дом просто переозвулься. Я сейчас для себя считаю. Это кухня. Вообще никаких труб, никаких проводки, ничего не сделано. Полностью надо делать всё самим. Вот эти стены, журцы уже строили сами. Это было полностью простое помещение. То есть, перегородка между кухней, между ванной и туалетом. Это сделано уже с самими упателями. Ладно. Ну, неудобно, конечно, сделано. Достаточно далеко. Вентиляция присутствует. Стяжка. Стяжка сделана качественной. Кулачка есть. А веке надо снижать на пневмород. Отопление очень теплое, я смогу сказать. Действительно тепло. Котильная работает хорошо. Самый-самый дешёвый профиль Antec проявляется в Твери. То есть, качество отразительное. Подоконники. Подоконников нет. Есть только пороженный петраж. Приклик тоже отразительный. Подоконник. Полный болтон не отапливается. Можно утеплить. В принципе, зазор достаточно большой. То есть, до 5 сантиметров утеплить всё подойдёт сюда. Строительство храма. Мини-парк. Вид на вагонзавод. То есть, дешёть путь невозможно. Вид на ЖД-мост. Шумно. Волга. Заброшенная военная часть. Потом будет в дальнейшем она застроена. Домами, англитажник. То есть, ничего интересного здесь не будет. Подготовлены трубы по дренажку. Ну, всё делаем плоским шифером. Дышите асбестом. Скорее всего, утеплено минувато так же. Дышать невозможно. Очень пыльно. Ну, очень дёшево, очень экономно. Достойно. Советского периода. Вполне себе достойно. Можно жить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.